Пермская область. Малибская аномальная зона. Те, кто попадает туда, рассказывают о встречах с НЛО и о странных энергетических столбах. Виктор Коршунов впервые отправился туда 20 лет назад. Ну, столбы на поверху оказались гниющими стволами деревьев, которые светились слабым таким фосфоризирующим светом. А глаза инопланетяна оказались просто роящиеся светлички, которые перелетали с куста на кусты. Так что никакой загадки, но в первую же ночь с Виктором произошло то, что он никак не мог себе объяснить. Проснулся в среди ночи от навязчивой идеи, что у меня в голове не только моя собственная мысль, но и какая-то посторонняя звучит. Но трезвый мыслящий человек сразу себе диагноз поставит. И я себе точно так же поставил диагноз сам сразу, что у меня начинается шизофрения самая натуральная. Тем не менее, Виктор попытался завязать разговор. Мысленно. К его удивлению, неведомый собеседник ответил. Так начались контакты. Я видел, что это люди. Белые, такие светлые волосы, серебристые цвета костюмы, облегающие плана. Но больше ничего разглядеть не удавалось. Но сомнения все равно оставались. А вдруг все это плод больного воображения? Вернувшись, мы первым делом отправились в психиатрическую больницу. По совету опять-таки тех журналистов, которые побывали там до нас, с тем, чтобы пройти обследование на вменяемость. Нарушений медики не нашли. С тех пор Виктор активно сотрудничает с уфологами. В их базе больше 500 случаев телепатических контактов с пришельцами. Поговорив с каждым из контактеров, исследователи обратили внимание на странную закономерность. Контактеру никогда не дается информация, профессионально ему знакомая. То есть обычно, если человек занимается металлургией, ему говорят о древней истории. Если человек занимается астрономией, ему говорят о биологии и экологии. До сих пор объяснить с разумной точки зрения, что происходит с контактерами и с кем они общаются, никто не может. Но международное сообщество уфологов на всякий случай разработало технику безопасности. Если вы видели севшую, скажем, где-то в поле летающую тарелку или там модуль, назовем это так, не торопитесь выйти и высказать свои, скажем, дружественные отношения к ним. Лучше затаиться, лучше наблюдать, но не рисковать особенно ни своей жизнью, ни своим здоровьем. Официальная наука не верит в телепатические контакты с инопланетянами. Но не исключает существование других цивилизаций. Однако до сих пор доказать, что где-то во Вселенной есть наши братья по разуму, никому не удалось. Вадим Филоненко, Александр Бершак, Первый канал.